Привет, зритель! Сейчас идёт обзор двух заказов, которые пришли в один день. Ну, в принципе, примерно в один день я их и заказывала, только в разное время. И там аж пять составляющих свадьберис. Всё сладкое. Как бы моя бабуся сказала, попа слипнется. Нет, не слипнется. Это анекдот в тему из жизни. Мальчик, сын, одной знакомой, одних родственников в детстве. Бабушка, дай конфетку, бабушка, дай конфетку. Бабушка, внучек, не помню имя. Да у тебя попа слипнется. А внучек подходит к зеркалу снимать, штанишка смотрит на попу, на себя в зеркало. Говорит, да бабушка, на слипаться. Теперь вы слышали всё. Вообще, ну, хорошо запаковано было вот в эту коробочку. Но так как девушка обслуживала другую уже клиенку, а ноженков я не нашла, да и ножичка тоже. Мне потом, в принципе, дали ножичек и ноженки. То я разодрала. Чего у нас тут? Артикул ТС, как доллар, В, как победа, 3000. Топпинг, сироп виноградный. 300 грамм в составе сироп виноградный. Короче, вот оно. Тут номер 1456626200. Сироп виноградный впервые увидела Лёля. И чё б не купить. И купила. Хребли. Весь заказ у меня вышел. Там у меня какая-то 10% на скидка. Значит, если вы оплачиваете картой МИР, которая привязана к вашему аккаунту и к Сбербанку, соответственно. Ну, я не знаю, может, ещё какие-то карты МИР, помимо Сбербанковской, сейчас появились. То вам 3% скидки приписывается к обстановной скидке. Ну, и у меня вышло на 1500 всё вместе. Сейчас скажу, с чем. Телефон. Иди сюда. Так. Это мой мыл. Сейчас зевну. Почему я зеваю? Я уснула вчера в 10. Точнее, я вообще в 8 проснулась в 10, потом в 11, потом в 12. А потом в 12 где-то до 3 читала всякое. О некоторых мыслях после того, что я прочитала, я ещё в ВКонтактике написала. Так, иди сюда. Где у меня тут те покупки? А что, полной суммы-то у меня не будет, что ли? Короче, один был 193, другой был 559. Вообще изначально 577. А может, у меня где-нибудь написалось, а там... Короче, мне кажется, 1572 или 77 как-то... Ну, грубо говоря, 1600 я стратила. На Вайдберис оставила. А ещё на Азон оставила... 3,200... Точнее, 3,430... Там 200 баллов с Азона был бонусом. Но это уже к следующему обзору будет. Короче, вот оно так хорошо запольгировано, запакетировано. Надо было взять какие-нибудь ножницы. Ну, я раскрыть смогла пальцами и увидела, что срок хороший. Слушайте, я раскрыла. Вообще, сегодня утром ездила в деревню. На утречнем. Встала пол... Шестого. Спала, поэтому мало. Ну, в смысле, что вот ещё просыпала тут. Восьмого, ноль, шестого, двадцатого. Оно сделано тут, наклеечка. Первый раз виноградный сироп вижу, в руках держу. Он такой, вроде как водичка такой, но с пузыриками там видно что-то. Серия топпингов, виноградный сироп. Напитки, молоко, десерты, куда его можно типа сунуть. Ягоды, фрукты, 2-3 чайные ложки топпинга. Наши вкусные рецепты. Fun and food. Комбинируй, экспериментируй. 300 грамм. Не содержит красителей, химических добавок, консервантов. Состав сок виноградный, концентрированный 65%. Осветлённый. Ну, чё. Заюзаем. Хренель. Так. Сейчас я покажу этот большой кулек. Я уже покупала виноградный сахар. И даже обозревала. Он был на зону. Я помню, за килограмм отдала 300 рублей. Может, 300 с чем-то. Может, 309. Ну, грубо говоря, 300 рублей за килограмм. Внезапно на Whiteberries я забиваю виноградный сахар. Ни хрена не нахожу. И забиваю декстрозу. И нахожу. 3,5 килограмма за 490 рублей. Ну, у меня там небольшая ещё скидочка была. Они мне обошлись в 475 рублей. Оно создано 3 сентября 2020 года. Ждёт 24 месяца. Декстроза, моногидрат. Прочитала в комментах, в вопросах представителям этого бренда. И они, типа, вопрошают, типа, это кукурузный сахар. Я думаю, какого хрена это виноградный сахар. Ну, и там отвечают, нет, нет, это виноградный сахар. Ну, в общем, он виноградный сахар. Люди его используют, чтобы бухло набодяжить. Кто-то сладкое кидает. А я в арахисовую пасту. Слушайте, он такой тяжёлый. Но я на одной руке держу 3,5 килограмма. Тише, не надо баночку есть, ты её не ешь. Не будешь, я думаю, есть. В общем, что хочу сказать. Есть какие-то неофиты, вообще не знаю, как назвать. Такие феерические люди, которые думают, что есть свекличный сахар. И это сахар. А всё остальное это уже не сахар, это сахарозаменитель. Так вот, дорогие мои верующие в то, что это так. Сахарозаменитель – это химическая хрень. Химически создана, искусственным путём создана химическая хрень. И на ней написано «сахарозаменитель» в таблеточках. Я одно время страдала какой-то хренью. Была ещё в нормальной форме, весила 49 килограмм. Жила в общаге, училась в кульке. И со мной жила в общаге ещё одна очень пухлая девочка. И что-то мы с ней вместе лопали этот сахар. В смысле сахарозаменитель. Вот этот вот искусственный, химически созданный. Химический, искусственно созданный химическим путём. А свекличный сахар, который называют ещё сахар-песок. Или просто сахар. Тросняковый сахар, виноградный сахар, он же декстрозом. Пальмовый сахар – это сок из пальмы достали. Как бы, допустим, вы с берёзы там нацедили сок, а потом выпарили. И вот вам счастье. Говорят, ещё и берёзовый сахар. Забыла название вроде ксилит. Его в жвачки ещё добавляют. Я когда читала про него, так думаю, о, я это видела и слышала. В жевательных резинках, в рекламе, на телеке, в детстве ещё. И ещё сахар. В общем, ну, пальмовый сахар. Который я заказывала тоже на Вайтберрис. Мы сегодня с тётей и соседкой чаю в деревне попили. У меня там ещё немножко осталось. Бывают сиропчики, но у нас я не встречала. Бывают россыпью. Я вообще его не видела. Редко, наверное, бывает россыпь. Чаще бывают плиточками такими. Или пряничками. А ещё бывает сахар кокосовой пальмы. Это из соцветий делают сиропчик. Сиропчик выпаривают. И вот вам счастье. Короче, вот это у нас сахар. Разновидность сахара. Виноградный сахар. Более полезный. По вкусу, как если вы вдруг не смотрели тот мой обзор. Или, может, я даже и не говорила. Может, я его ещё тогда даже не пробовала. По вкусу, как аскорбиновая кислота в беленьких таблеточках. В аптеке обычно продаётся такими. Вот съешь штук пять и уже передоз. Очень напоминает. Я ездила с рюкзаком. Этот сахар 3,5 килограмма у меня был в рюкзаке. Всё остальное в пакетике. Ещё я купила себе кокосовый сахар. Потому что 250 грамм. Или 200 грамм, я уж не помню. Я тогда на зоне покупала. Что-то за 200 или за 300 рублей. И как бы на пробу он у меня закончился. Я поняла, что надо бы ещё. Внезапно на Вайтбрис нашла. Потом ещё нашла чуть подороже. Но примерно там самый дорогой 695 рублей за килограмм. А этот был 577 рублей за килограмм. Ну, плюс у меня там была скидочка небольшая ещё. По платье онлайн с карты мира. Это у нас другая немножко фирма, чем ту, что я покупала. Фит Мал. Готовь с умом. Сахар кокосовый. Килограмм целый. Слушайте, по сравнению с 3,5 килограммами он вообще пушинка. У меня кот что-то повадился спать на столике. Сидеть на столике. На которой у меня ноутбук лежит. Там монтаж. Как бы ноутбук сейчас выключен. А иногда он любит спать на ноутбуке. Почему, не знаю. Ну, в общем, у меня вот где рука, рядом кот. Вы его, правда, не видите. Вот такая вот помятенькая коробочка. Но внутри было вообще в пакетике. Я его уже сняла ещё там. И в пупырышках. Здесь у нас вот всякая бумажка будет. Кто это у нас? Сироп кокосового. Ну, в общем, кокосовый сироп из сахара кокосовой пальмы. Я в каментах считала, фу, какая гадость, совсем не кокос. Но человек очень далёкий от жизни в реальности. Религия запретила человеку гугл, там вообще любой другой поиск и чтение, и мозги. И поэтому человек не в курсах был, что ещё бывает сахар кокосовой пальмы и соцветий кокосовой пальмы. Мужки, кстати, как я бы тут прочитала. И вот это сироп как раз вот. Ну, то, что не выпарилось и не стало сахаром, а просто ещё сироп. Органический сок соцветий кокосовой пальмы. Вот в соцветиях кокосовой пальмы есть сок. Берётся оттуда сок, варится, и будет вам счастье сахар, который перед этим был. А не будете варить, будет вам просто сок, который, как бы, возможно, тоже варится, но не до выкипания, и будет вам сироп. Торговая марка Кэзонс Бест. Органический кокосовый сироп. Органик коконут сироп. Сироп, хрен знает. 150 мл. Чисто на пробу взяла. Вот такой же вариант, ну, в смысле, такой же фирмы. Такой же вот дизайн, только в два раза больше. Стоит 400 с чем-то, а этот 190, что ли, 195, как-то так был. Но мне он обошёлся в 195. Вот. Хорошо так запаян, зафольгирован. Сроком он... В общем, он 25 января этого года сделан, и это 25 января 22 года. Можно, конечно, придраться, что вот уже октябрь, но я думаю, что эти 150 мл у меня всё-таки уйдут за год с хвостиком. Так, и последний сироп. А, тут ещё масочка, в которой я ходила, самопальная, ну, моя тётя делала. Ещё в период, когда это первая тестовая неделя нашим президентам вводилась. Да, вот пакетик. Тут тоже был такой вот пакетик, оно всё было. Я этот пакетик разрезала, сняла. А тут оно было также в пупырку заделано, вот, нехорошо. Это у нас без сахара. Сироп из тутовника. Добавляйте в творог йогурт и кашу. Используйте для топпинг, как топпинг для десертов и выпечки. Сироп является полезной и вкусной заменой сахара и варенья. Масса нет, 250 грамм. На озоне он слегка дороже, может, рублей на 15-20-30 был. Так, срок годности 12 месяцев, 22 сентября 2020 года создан. Вот теперь я знаю, что имелось в виду, когда нам искусствовод говорил, что в Абхазии варенье делают без добавления сахара свекличного. Там делают или на сиропе винограда, или на сиропе тутовника, или на сиропе еще чего-нибудь русские традиции. Но тут наклейка, вот они заразились, наверное, от озона. Так не прочитать ничего. Но можно глянуть на сайте, допустим. Я тут ногтем попытаюсь ее сейчас отсобачить. Да, лучше не стоит, потому что отсобачивается и бумажка. Наверное, слышно было, кот тут завопил. Он вот так сидел-сидел и понял, что надо бы ему поесть. Хозяину тоже надо бы поесть. Хозяин не кушал с момента, как в деревне был, в районе где-то часа дня. Так. В общем, вот такой у меня обзор сладостей. Я это все планирую добавлять. Ну, в творожок можно немножко с чаем попить, это вот сиропчики. Сахар один я буду добавлять. Или вот в халву хорошо, ореховую всякую разную, семечковую, виноградную. В пасту арахисовую хорошо добавлять. Ну, кокосовую тоже, думаю, куда-нибудь добавлять. Чисто кокосовую я изначально добавляла в самопальный шоколад с какао-бобов. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы теперь просветились. Кто вдруг не знал, что есть свекличный сахар, который сахаропесок, и все остальные сахара из других каких-то растений созданные, тоже это сахара, а не сахарозаменитель. Сахарозаменитель, мне еще прикалывается, что мед называют сахарозаменитель. Я надеюсь, одну статью читала, очень довольно умную такую-то, интересно написанную. В каком-то плане мед – это тоже сахар, только у него другое название. Так что вот, всем пока!